привет друзья с вами нетипичный фермер и я вижу как вам зашло видео про перцы и сегодня я даю вам отчет о своих перцев и баклажанах и расскажу как сейчас за ними ухаживаю и как они меня сейчас чувствуют как себя чувствует вы можете видеть сами посмотрите они у меня все разные почему так происходит дело в том что перец я села в сухом виде вы помните я его никак не замачивала все прекрасно взошло и у каждого перца свои были всходы у кого-то раньше у кого-то позже разница была очевидна по моему даже неделя разница первый вот у меня да вот он ригор он сам по себе ранний перчик вот он и выше сейчас других остальных взошел раньше проклюнулся раньше это ригор вот смотрите я посадил по одному семечку в один горшок и все больше никаких пересадок никаких пикировок по мне это очень удобно главный минус я вам говорила что это найти место для таких больших горшочков потому что сейчас вот будет основные основной сезон и конечно таких горшочков у нас с вами будет прибавляться сегодня 24 февраля основную рассаду перцев я еще сеять не начала но на этой неделе планирую высевать баклажаны и планирую высевать острые сладкие перцы вот это вот кстати баклажанчик и баклажан андрюша от партнера тоже он у меня в своем горшочке первое о чем вы меня часто спрашиваете о чем я хотела поговорить это о питании рассады подкармливаю ли я рассаду какие добавки добавляю и вообще как часто поливаю давайте по подкормкам мы с вами подготовили идеальный грунт у нас в нем есть биогумус у нас в нем добавлен цион если вы делали точно так же как я цион это уже питательная подкормка биогумус действует тоже очень долго это биологическая у нас получается подкормка и конечно сейчас растению на мой взгляд ничего не нужно единственное что нужно это досветка сейчас я досвечиваю растение 12-14 часов как только у меня появились первые всходы вот у меня вот так вот распустились семидольные листочки я все свои растюшки поставил под лампу на 24 часа первую неделю они у меня сутки были под лампой за эти за эту неделю под круглосуточным досвечиванием они очень сильно окрепли дали такой знаете темно-зеленый зеленый цвет листа и потом я уже поставила но на 12 часовую подсветку вот так вот смотрите этот перчик веста от партнера лосанта и тавиньян я еще сажу вот тавиньяна он толстостенный перец вот он смотрите он самый-самый маленький он позже всех у меня зашел то есть подкормок сейчас у перца у меня нет никаких все что нужно сейчас содержится в грунте единственное в дальнейшем я может быть буду давать биологический иммуносимулятор такая как такая как водоросль хлорела но это будет чуть позже пока не нужно перекармливать растения пока ему достаточно того что находится в грунте про полив плевая примерно 1 3 дня как понять что пора поливать растение перца очень важно не заливать и верхний слой грунта должен быть сухим но при этом если вы его так вот пальчик туда опустите там грунт должен оставаться влажным то есть у меня где-то получается 1 3 дня мне там очень жарко работает батарея и это кстати не очень хорошо для такой рассады это хорошо когда мы ждем всходов когда у нас жарко а потом все-таки желательно такие растения ставить в более прохладное место где температура 20 23 градуса потому что если будет высокая температура растение просто-напросто вытянется сейчас нам этого нужно избежать но как только появляются у меня уже вот первые настоящие листочки вот допустим вот можно на баклажане ведь вот они первые настоящие листочки либо когда перчик уже этого такой я начинаю делать профилактические обработки профилактику я делаю аллерин плюс гомаир по одной таблеточки вернее я развожу на 2 литра воды по 1 3 таблеточки аллерин гомаира развожу они настаивается где-то полчаса бактерии начинают работать этим растворчиком я опрыскиваю растения я опрыскиваю не только перцы баклажаны опрыскиваю весь свой огород и огород на окне я его тоже всегда обрабатывала и всю рассаду то есть развела 2 литра все опрыскал допустим взяли какой-то один день понедельник это биологические фунгициды и бактерициды на основе сенной палочки действуют они на растение где-то неделю потом снижается вот этот барьер который предотвращает болезни и нужно обрабатывать заново грунт вы помните я проливал трихоцином когда мы с вами сажали трихоцин у нас на основе триходерма это защита растения вот от всех болячек которые находятся в грунте как мы знаем все у нас основные заболевания именно в грунте вот весь уход больше собственно ничего не будет сейчас будет месяц март я их выставлю от фитолампа потому что фитолампа у меня не столько много рассада действительно очень много я их поставлю под естественное освещение где будут расти уже до пересадки в теплицу это у меня были ранние перчики они у меня пойдут в теплицу для сбора раннего урожая теплицу я буду обогревать и отапливать когда буду сажать уже вам покажу итак друзья если у вас есть вопросы по рассаде перца баклажаны я жду их в комментариях и на основании ваших вопросов будет уже записано следующее видео постараюсь рассказать все постараюсь чтобы вы тоже понимали в какой период что нужно делать но на мой взгляд в рассаде лучше мало чем много не нужно заливать удобрениями а я смотрю многие блогеры начинают вот только взошла рассада и быстрее там какие-то парку подкормки коктейля да не нужно этого делать мне кажется рассада до момента бутонизации вырастет отлично и на том грунте который мы с вами подготовили я в принципе против каких-то дополнительных подкормок до подкормки нужны когда мы с вами выращиваем там растение в горшке либо растение у нас начинает цвести в маленьких горшочках мы с вами пересаживаю более большие да тогда конечно безусловно подкормка требуется но на стадии рассада лучше этого не делать все увидимся с вами в следующих видео не забывайте писать вопросы и жду вас почаще на своем канале с вами был ваш нетипичный фермер пока